Шалом Увраха! Мы сегодня поговорим о празднике Ханука. И мы начнем с того, что с точки зрения иудаизма наш мир является как бы миром параллельным. То есть существуют параллельные миры. Мы понимаем, что то, что с нами происходит сейчас, здесь, в данный момент, это есть как бы некоторое проявление того, что происходит в духовных мирах, и наоборот, то, что у нас происходит в нашем мире, мы влияем на духовные миры. Все это находится в одном единстве. И поэтому, говорят наши мудрецы, если ты видишь, что какой-то листик упал с дерева, знай, что подобное явление происходит также в духовном мире. И если мы подумаем, что это, ну это как бы преувеличение такое, или как бы, ну это как бы такое аллегория, или такое как бы объяснение такое фантастическое, как бы, ну да, конечно, там тоже листики падают. Если мы так подумаем, то я думаю, что это как бы, какая альтернатива того, что я сейчас говорю, что миры, что есть много миров, и они все как бы находятся в соответствии, и все, что происходит здесь, происходит во всех мирах одновременно. Можно сказать по-другому. Нет, наш мир один, только этот. И то, что листик упал, этому нет никакого смысла. То есть, как бы, существуют две такие концепции, да, можно так сказать. Но я думаю, что любой интеллигентный человек, верующий или не верующий, не играет смысла, не играет роли в этом отношении. Любой человек понимает, что все, что происходит в нашем мире, ты можешь это воспринять как просто так, как, ну вот, что-то произошло и все. То есть, без смысла. И во всем мы можем искать смысл. И вот мне кажется, что отличие от умного человека и глупого, это не в том, что умный много знает, а глупый там, у него не хватает какой-то информации. А отличие между глупым и умным, это в том, что для глупца все, что происходит в его жизни, это происходит просто так. Он не ищет связи с другими вещами. И он концентрируется только на то, что сейчас произошло. И он, как бы, в принципе, вычленяет это событие из всей и всего контекста. И тогда он смотрит только на это событие, как бы, отдельно, вне связи с другими вещами. Ему кажется, что это просто все бессмысленно, все не имеет, не ведет ни к чему, не происходит ни от чего. Оно просто так, само по себе. А у умного человека всегда возникает вопрос, а что это мне, как это связано с другими вещами. Даже если он не верующий человек, он понимает, что должна быть связь между явлениями. Например, там, упало яблоко возле Ньютона, и он от этого явления пришел к мысли о гравитации во всех мирах, и сила тяготения универсальная, так и называется, да? Закон универсальной силы тяготения. Я не знаю, правильно ли я перевожу, как говорят это по-русски, но на английском это так звучит. То есть это закон универсального тяготения, да, гравитации. То есть что это имеет в виду? Что так же, как яблоко упало здесь, в моем саду, так же планеты двигаются по своей траектории, и так же галактики находятся в том состоянии, в котором они сейчас, как бы в том положении, где они сейчас находятся, расходятся одна от другой. И вот эта идея того, что существуют какие-то определенные... То есть мы понимаем, что наш мир строится по каким-то определенным моделям. Есть какие-то определенные матрицы, как бы, да, аллогоритмы, по которым это все происходит. Я вам, по-моему, уже приводил такой пример, когда мы видим, что весь наш мир очень-очень разнообразный, весь животный мир, все-все очень сильно, все разнообразно. Есть животные с ногами, без ног, две ноги, четыре ноги, шесть ног, восемь ног, много-много-много еще ног с крыльями, блеск крыльев, те, которые дышат в воде, те, которые дышат на воздухе, которые такие-таки... Такая огромная разнообразность, множество разных форм проявления жизни. Но у всех будет постоянно возвращаться та же матрица, та же конструкция. У всех будут два глаза. Мы не видим никогда животных с одним глазом или с тремя глазами или так далее, да? Да, есть много еще разных других вещей, которые мы можем здесь привести. Но, например, это пример такой, да? Пример в том, что существует как бы вместе с большим разнообразием вещей одновременно в этом же мире присутствует определенная как бы линия, которая возвращается всегда как бы определенная модель, по которому все будет строиться. И вот эта идея, мне кажется, идея в том, что... Есть много того, чего мы можем понять из этого, но нам понятно, что когда ты смотришь одним глазом, ты точно видишь искаженную действительность. То есть, одна точка зрения, один взгляд, он автоматически неправильный. В рамки здесь стоят. Что, что? В рамки стоят. Нет, не только в рамки. Да, если он не стоят, никакие рамки. Но гримич не просто хочу. Он, кстати, дает неполную картину. Дает неполную картину, да, да. Дает неполную картину. То есть, она не просто неполная картина. Эта картина всегда будет неверная. Автоматически. Возьмите там, проделайтесь над собой, поставьте палец, закройте один глаз, другой глаз, и вы увидите, что у вас палец будет прыгать из одной в другую сторону. А на самом деле, где он находится? Здесь или здесь? Не здесь и не здесь. Понимаете? То есть, мы видим неправильную картину одним глазом. И вот эта идея в того, что мы всегда ищем, то, что называется, в физике есть такое понятие комплементарное восприятие. Комплементарное имеется в виду, что ты понимаешь, что с одним параметром ты не можешь воспринять действительность правильно. Это известная идея Идея Вернера Айзенберга, который говорил о том, что это в принципе привел принцип неопределенности квантового мира, то есть, что ты никогда не можешь знать местоположение и скорость одновременно элементарных частиц. То есть, ты должен знать или-или. Это принцип неопределенности. Ты никогда не будешь знать их одновременно. И для того, чтобы воспринять правильно действительность, тебе нужно как бы всегда смотреть с нескольких или хотя бы минимум с двух позиций, с двух точек, с двух углов зрения. И поэтому Тору мы всегда изучаем вдвоем. Хеврута, да? Всегда как бы есть пары, которые изучают из Тору. Это есть такой стих у пророка Ишаяу, который говорит, что вы в будущем вы увидите глаз в глаз, вы увидите, если я переведу до словно, я не знаю, как по-русски перевели, это интересно, как они сказали по-русски. вы увидите глаз в глаз присутствие Творца. А что такое глаз в глаз? Знаете что, давайте посмотрим. Интересно, интересно, что он имел в виду, как они перевели этот тренинг. Друг на друга посмотрите. Интересно, это интересное объяснение. Да, интересная мысль. Друг на друга посмотрите. Да, хорошая, хорошая идея. Дофф. И шеян, 15-15 лет. Ну, они перевели не так просто, не так уж. Они говорят так, «Голос стражей твоих возвысят они голос, вместе ликовать будут они, ибо воочию видят возвращение Господа в Цион». Он перевел это «воочию». Ну, может быть, вы знаете, может быть, это даже точнее переведено. «Воочию» это как бы два ока, да, наверное? «Воочию» не… Может быть, это точно хорошо переведено. «Айн бы айни рует шу вашем Цион». «Айн бы айн» – «Глаз в глаз» – это дословный перевод. То есть, вот наши мудрецы говорят, «А что такое глаз в глаз ты увидишь это?» Они говорят, что мы должны развить такое восприятие нашего мира, что мы смотрим на него глазом своим и глазом сверху. То есть, то, что с тобой происходит, всегда смотри на это с двух точек зрения. Со своей точки зрения, то, что тебе говорит твой разум, и то, что тебе говорит духовное твое постижение, то есть Тора. Что Тора тебе говорит о том, что происходит? И ты всегда пытайся соединить и сочетать эти два глаза для того, чтобы правильно смотреть на этот мир. И вот это одна из этих идей, мы видим в этой истории о том, которую рассказывает Рабинахман из Бреслова. Вот она перед вами, да? «Ночью, после зажигания ханукального светильника, к одному человеку пришел гость, и спросил он хозяина, чем он зарабатывает на жизнь. Ответил тот ему, у меня нет постоянного заработка, и пропитание моё только от мира, что Бог пошлёт. И спросил его гость, а что ты учишь? Ответил ему, и так они говорили, пока не начали говорить о том, что на душе. И хозяин очень сильно захотел достичь святости. Сказал ему тогда гость, я научу тебя. И удивился хозяин и стал думать, может быть, он вообще не человек. Однако сразу окрепил в нём веру, и поверил ему сразу. И сразу начал называть его учителем. И сказал ему, прежде всего я прошу научиться у вас тому, как себя вести с вами, как нужно говорить, чтобы я не оскорбил вашу честь, не дай Бог. И ответил тот ему, сейчас у меня нет свободного времени, в другое время приду тебе, научу тебя. Этому и сейчас я должен уйти отсюда. И сказал ему, об этом я должен научиться у вас, как долго я должен сопровождать вас. То есть он хочет провести гостя, пойти с ним дальше чуть-чуть. И сказал ему, пока мы не выйдем за дверь. И стал думать хозяин, как я выйду с ним? Ибо сейчас я нахожусь с ним между людьми, а если выйду вместе с ним, мы оставимся наедине. А кто знает, кто он? И спросил он его, и сказал ему, я боюсь выйти с вами. Ответил ему тот, если я захочу сделать тебе что-то, кто мне помешает? У тебя в доме, да, например. Если я хочу что-то тебе здесь плохое сделать, кто мне здесь помешает? И тогда хозяин вышел вместе с ним за дверью. И тогда тот сразу схватил его и полетел вместе с ним. И было ему холодно. И взял тот одежду и дал ему, сказал ему, возьми эту одежду и будет тебе хорошо, и будет у тебя еда, и питье, и всякое добро, и будешь сидеть у себя дома. И полетел вместе с ним. В это время посмотрел он, и вот он у себя дома. То есть хозяин дома смотрит, он летит с ним на небе. И вдруг он смотрит, он у себя дома, и не поверил сам себе, что у себя дома. Однако посмотрел, и вот он говорит с домашними, ест и пьет, как это обычно делается в мире. И в это время снова посмотрел, и вот он летает, как в начале. Снова посмотрел, и вот он у себя дома. Снова посмотрел, он и вот летает. И дело так долгое время. После этого он опустился на землю между двумя горами в долине и нашел там книгу. И было там сочетание буквы Алиф, Зайн, Хэт, Ореах, Зе, Ор, или Гость, это Свет. И также имя Творца. И так далее. И в книге были нарисованы сосуды, а внутри этих сосудов были буквы. И также были внутри этих сосудов буквы сосудов, с помощью которых можно сделать эти сосуды. И было у него великое желание изучить эту книгу. В это время посмотрел, и вот он у себя дома. И снова посмотрел, и вот он там. И решился он подняться на эту гору. Вдруг найдет там какое-нибудь селение. И пошел, и пришел он, и пришел на гору, и увидел стоящее там золотое дерево с золотыми ветвями, и на ветвях висят сосуды, подобные тем сосудам, которые нарисованы в книге. А внутри этих сосудов были инструменты, с помощью которых делают эти сосуды. И хотел он взять оттуда эти сосуды, но и не смог, потому что они запутались в ветвях, которые были переплетены. И в это время посмотрел, и вот он у себя дома. И очень удивлялся. Как так? То он здесь, то там. И хотел он рассказать об этом людям, но как рассказать о таком чуде людям, что невозможно в это поверить? И в это время посмотрел он из окна, и увидел того самого гостя, и стал настойчиво просить его, чтобы тот пришел к нему, и сказал ему тот, «У меня нет свободного времени, чтобы зайти к тебе, так как я спешу к тебе». «Но ведь я здесь? Как же это, что вы спешите ко мне?» Ответил ему тот гость. «Когда ты согласился пойти со мной и провести меня за дверь, я взял у тебя душу и дал ей одежду из Нижнего Ганедена, и дух твой остался у меня. А дух твой остался у тебя. И поэтому, когда ты думаешь о чем-то ты там, и находишься, притягиваешь свет оттуда на себя, и когда мысленно возвращаешься сюда, ты здесь. И не знаю я, из какого он мира, этот гость. Наверняка из благого мира, но и это еще не закончилось и не завершилось. Вы знаете, я думаю, что этот рассказ это один из самых величайших рассказов в истории литературы. Если бы сегодня можно было привезти этот рассказ на представитель Нобелевскую премию, то точно бы он получил Нобелевскую премию, потому что таких рассказов нет в литературе. Есть разные интересные подходы, есть авангардное искусство, авангардная литература, и театр абсурда, и экзистенциальная литература. Есть разные, но такого я не знал, не помню, нигде не видел. Есть такие рассказы, что только за рассказ дают Нобелевскую премию, как, например, «Старики моря» Хингуэда, или там у Кавки есть повесть. Но если посмотреть на глубину этого рассказа, он с литературной точки зрения, не с духовной, с литературной, он гениальный. Когда ты понимаешь, что на самом деле, что с тобой происходит, это когда ты находишься и здесь, и там одновременно. И мне интересно услышать ваше мнение. Как вы думаете, почему этот рассказ связан именно с Ханукой? Помните, как начинается этот рассказ? Ночью после зажигания ханукального светильника к одному человеку пришел гость. Вся идея Хануки в том, что мы понимаем, что тот свет, который мы зажигаем в этом ханукальном, в Хануку, это свет, так наши мудрецы говорят, это свет, который пришел из иного мира. Это необыкновенный свет. Я вам объясню, что имеется в виду. Сказано в Торе, что когда Всевышний создал мир, он начал с того, что он создал свет. Да будет свет, да? Возник свет. И когда этот свет был настолько особенным, настолько божественным, что Всевышний понял, что им можно воспользоваться и в зло. И люди могут им пользоваться этим светом во зло. Ну, представьте себе, например, допустим, переведен на язык наших что-то это свет, это свет, допустим, гиперболоид инженера Гарина. Такая сильная, мощная струя света. Луч. Да, луч. Такой как бы очень и очень большой. То понятно, что плохие люди могут этим пользоваться во зло. Это примерно то, что происходит в духовном мире. Это был такой особенный свет, что Всевышний решил его скрыть. И поэтому сказано, Раши говорит тут же, там, на месте, что Всевышний его после того, как был человек, ушел из райского сада, света, то Всевышний этот свет спрятал для праведников, которые будут жить в будущем. Теперь, а как он его, то есть, он его спрятал, вот этот вот с тех пор, это, есть такое понятие в иудаизме, скрытый свет. Что значит скрытый свет? Это та определенная мощь, идея определенная этого света, который стоит за всем мирозданием. я бы, может быть, даже сказал, наверное, этот свет, это как бы идея единства творца. То есть, когда ты понимаешь, что все происходит, зачем это все делается, что творится в этом мире. То есть, что значит свет? Свет, это когда, ведь это осознание, на самом деле, ну, что нам даст там, есть свет, нет свет, если у человека, например, нет мозга, то что ему дает то, что есть свет? Ничего. То есть, свет не эта идея, то есть, это не это главное, а свет нам помогает что-то понять, осознать, воспринимать правильно. Вот это и есть идея света. Свет, он не в глазах, он в голове, в мозгу, главный свет, а еще, точнее сказать, в душе. Способность постигать. Вот это то, что мы называем свет. А когда эта способность постигать может привести к злу, может, как я вам сказал раньше, как этот гиперболоид инженера Гарина, то понятно, что такому человеку лучше ничего не понимать, не знать, не постигать. И от него эта истина как бы заваулируется. как по-русски сказать, завуалирована. Завуалирована. Да. Да. И вот он живет в таком состоянии, в такой иллюзии, что вот это есть этот мир. Вот то, что мы воспринимаем наш мир таким, как он есть сейчас, вот это и есть скрытость этого света. Вот это и есть та как бы та тьма или та завеса, которая находится у нас перед глазами. То, что мы думаем, что та реальность, которую мы сейчас воспринимаем, перед собой один к другому. Вот это то все и есть. Как мы сказали в начале этого урока. Какая разница между умным человеком и глупым, который не связывает ничего. Он говорит, вот то, что я вижу, это то. То есть у него фрагментарное мышление. Он смотрит на это и говорит, ну вот и все, что тут еще есть. Вот это есть завеса света. А когда ты смотришь двумя глазами, то есть айнб 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 как мы говорили раньше, тогда ты понимаешь, что то, что сейчас с тобой происходит здесь и сейчас, это не это только часть картины, а настоящая картина совсем другая. И вот тогда ты правильно воспринимаешь эту действительность. И вот для того, чтобы научить нас этому, или как в этой истории с этим гостем, он смотрит, смотрит он здесь, он дома, он здесь, он дома, как же так, а где же он на самом деле? На самом деле, действительно, вот это у меня интересный вопрос, как вы думаете, а где он на самом деле? Он в раю, он в духовном мире, или он у себя дома? По этому рассказу, что Рабин Ахман имел ввиду сказать? Где этот человек находится по правде? Дома. он находится у себя дома, и он себе представляет, что он летит по воздуху, или наоборот, он летит там, он находится в ином мире, и думает, он также находится у себя дома. Где он? Там, где он думает, там, где он в мыслях. А где он в мыслях по этому рассказу? И там, и там. Интересно, да. вот идея, идея божественного света, то есть свет, который был спрятан, это идея, когда ты умеешь смотреть над этот мир взглядом сверху так же. Не только этим взглядом сверху. И мне кажется, что вот это основная идея Хануки. То есть была здесь война, мы в этой войне победили, освободились от греческого ига, и все. Ну, на этом все, история кончилась. И тут проявляется свет сверху, и нам говорит, нет, здесь есть что-то возвышенное, здесь что-то совершенно иное, это твоя победа не только над там селевками или Птоломеем или там или македонцами, а это победа твоя духовная, это ты сохраняешь свою историю, свою душу, как народ, и так далее, ты с этим связан, и все на это направлено. И тогда ты понимаешь при помощи этого чуда, ты понимаешь, что происходит на самом деле, понимаете, то есть здесь не дело в том, что это чудо произошло, что этот свет горел 8 дней, ну и что, что он горел 8 дней, как мы уже говорили много раз, и на прошлом занятии говорили об этом, если там какой-то дядька подливал этот масло в огонь, и мы все дураки празднуем это 2500 лет, он сидит над нами смеется там и говорит, это же я там, сторож Вася, это же я там все вам надливал, доливал, то у меня была своя баночка, и вы празднуете как дураки, радости, радости, ладушки, ладушки, вы ли там делали сувганиот бабушки. Ну разве это может быть основная идея Хануки, праздник такой великий? Понятно, что не эта идея, а в том, что этот свет, не важно откуда он пришел, конечно, я верю полной верой, что это произошло чудо и так далее, но даже если нет, даже если ты там какой-то Вася подливал туда, какая разница? Идея в том, что это нам говорит, о том, что то, что с нами произошло, нас этому учат, нам это говорит, дает идею этому понять, что та победа, которую мы победили, это была не победа как бы рационально-материалистическом в мире и больше ничего не было, а это как-то было связано с иным восприятием того, того исторического события, которое произошло. и я думаю, что вот этот взгляд, это и есть тот скрытый свет, который был нам, который Всевышний забрал в перетворение этого мира и дал ему обыкновенный, обыкновенный футоновый свет, можно назвать его так, футоновый, как бы свет, который происходит от Солнца, отражается Луной, которые там звезды, то электрический свет, свет обыкновенный, который мы можем его измерить, а не настоящий свет, потому что настоящий свет, как мы сказали, это свет души, это когда ты понимаешь суть мира, вот это свет. Одну секунду, да. И то, что сейчас мы говорили, это интересная вещь, что оно происходит на разных уровнях. Вот эта идея о том, что существует возможность воспринимать действительность и тут, и там, и мы учимся соединять эти действительности, это происходит и на уровне, как мы уже говорили, духовном. Есть такое понятие в тайном учении Торе, которое называется «Радцовый шов». Радцовый шов – это такое выражение из книги Хизкеля о том, что ангелы, они находились как бы одновременно и здесь, и там. Когда он описывает движение ангелов, точно дословный перевод это перевести, это как бы бег, стремление и возвращение. То есть ангелы находились в состоянии не статичном, а вот в таком, да, как бы движении, в постоянном движении, таком, что ты не можешь отличить, где вперед, где назад. Это как движение атомов, да, например. Такое, что это создает впечатление такое, что это сверкающее такое, мерцающее движение, да, появляется, не появляется, он тут и там одновременно. Так же, как мы говорили сейчас вот по этой историю, он смотрит, он здесь, вот он там, он здесь, он там, да. И вот эта идея также существует и в тувантовой физике. Вы, наверное, все знаете хорошо, что существует, что как бы есть две основные, самые такие основные интерпретации поведения электронов в субатонном мире. То есть отношение физиков к состоянию электрона, оно, это все понимают, это видят, что электрон это не какая-то точка или какая-то маленькая, очень маленькая какая-то частичка, которая находится в каком-то месте, а электрон это некоторая субстанция, которая находится одновременно во всех местах. То есть это очень нам трудно понять нашим объяснениям, но так это, но они видят это эмпирически, это можно доказывать, видеть, что электрон находится одновременно во всех состояниях, которые могут быть. Вот это состояние, оно называется физики суперпозиция. и когда есть как бы две интерпретации того, что происходит с электроном, когда его человек воспринимает. Одна интерпретация, эта интерпретация называется Копенгагевская, то есть она, это объяснение Нильса Бора и его соратников о том, что когда человек воспринимает электрон, который находится в суперпозиции, то тогда электрон как бы ломает все другие возможности, в которых он находится, и концентрируется, все его эти позиции в одной точке, которую воспринимает тогда этот ученый, исследователь, наблюдатель. То есть он находился в бесконечном состоянии позиции, и вдруг он называется редукция волновой функции, или коллапс, когда все сжимается вмиг в одну точку, и тогда мы воспринимаем, что электрон он вот здесь, здесь мы его сейчас видим. Это одно объяснение, это классическое объяснение, все его хорошо знают, это вся сегодняшняя физика на этом построит, это главная как бы парадигма ядерной физики. Но есть другое объяснение, объяснение, которое называется многомировая интерпретация. Это объяснение придумал, как бы раскрыл такой ученый, которого зовут Ю Эверетт, Хью, да, Ю Эверетт. Он говорит о том, что электрон не теряет все свои ситуации, а он как бы уходит и как бы создает иную реальность. То есть это очень трудно объяснить, но они говорят так, например, есть возможность, то есть как бы реальность расщепляется, и сознание исследователя идет за задним электроном, а в это же самое время наше сознание пошло за другим электроном, и видим другую позицию. дверь, как если бы, например, у нас сейчас были здесь две двери, одна там, одна здесь, да, сейчас в какую дверь я выйду, в эту или в ту, если я выхожу в эту дверь, то ваше сознание идет за мной, видит, что я вышел в эту дверь, но так как существовала теоретически другая возможность выйти во вторую дверь, то я на самом деле так же и вышел и во вторую дверь, но наше сознание, которое расчленилось здесь, и оно вышло за мной в ту дверь, то есть в тот момент, когда я делал какой-то выбор, то все, что связано с этим решением, с этим восприятием, так же как бы расщепляется и есть, создается таким образом как бы некоторый параллельный мир, есть мир, в котором я вышел в эту дверь, а есть мир, в котором я вышел в ту дверь, да, через окно пробил дырку в потолке или что-то здесь выкопал вся возможная другая, любая какая-нибудь ситуация, в которой у меня появляется некоторый выбор, она создает мир, то есть тот мир, в котором этот выбор действительно происходит. Конечно, все, что я сейчас говорю вам, это все на уровне квантовой физики, и они так говорят об этом, думают, есть очень много серьезных ученых, корифеев науки, которые придерживаются этого мнения, например, выходец из России такого зовут, его зовут Андрей Линдау, Линдау, не Ландау, не Давид Ландау, а Андрей Линде, Линде, выходец из России, корифей науки сегодня, он, например, придерживается этой точки зрения, или там другой есть, много, короче говоря, есть очень много серьезных людей, есть, которые спорят с этим, но есть очень много серьезных людей, которые так думают. Есть и также некоторые такие, которые говорят о том, что это не происходит только на уровне квантов, но это также происходит и в действительности. то есть в макромире создаются вот такие параллельные миры, а мы их не воспринимаем только потому, что наше сознание идет за тем выбором, который был произведен. Это мнение не научное, это мнение, там есть философы, всякие там теоретики, которые говорят об этом, но оно тоже существует. Но это основа на каких-то допущениях. Да, я тоже так думаю. Потому что тогда можно признать, что если человек может жить, а может и не жить, может он живет, может он не живет, а может он харидимный, а может он не харидимный, но имеется в виду, что все что угодно, отовременно существование всех параллельных реальностей. вот об этом не говорят. Это осознать вообще уже не возможно. Да, верно. Да, верно. Невозможно знать, но есть такое мнение, это нужно знать. То есть я достаточно уже видел, что те мнения, которые у меня есть, пока я их не изучаю досконально и глубоко, то к ним невозможно серьезно относиться, потому что откуда у меня есть своя точка зрения? Я же не специалист в этой области. а они специалисты. Поэтому я не спорю с ними, я просто говорю, что есть мало тех, которые так думают, но есть такие. Но есть же у Зелан пространство вариантов, там у него бесконечное количество всевозможных реальностей. У кого? Ну, Вадим сделал пространство трансерфинг реальности. Вы не считали это? Нет. Очень модное увлечение сейчас это. Ну, он там объясняет, ну, там у него целое философское учение, там, и оно основано тоже, он говорит, что в мире есть все для всех. То есть, ты просто выбираешь свой вариант, например, в мире есть богатство для всех, он говорит. То есть, ты просто нужно вот встать на этот путь, вот как у капутики. я знаю, о чем вы говорите. да, да. Вот там проваливание маятников, выбор своих дверей, ну, такое вот. Это очень модно сейчас, популярно, очень многие в России этого повально увлекаются. Да. Это духовное учение. Да, да, я знаю. И убеждают, что он действительно очень, они убеждают, что он очень хорошо работает и подкрепляет в жизни практика. Да, да, да. Ну, понимаете, то, что вы сейчас говорите, это мнение человека, он так говорит, думает. Я пытаюсь все же следовать каким-то объективным данным, понимаете, то есть, ученые, говорят, люди, которые там, философы, признанные, известные, ведущие. А это он так сказал, он может сказать что-то иное, знаете, как бы сказали, духовное. Ну, духовное, это можно по-разному сказать. Вам, вы говорите, есть люди, которым это помогает. Ну, хорошо, да, прекрасно. Да, но человек простой скажет, Рафаэрман, я жду вас у этой двери, а вы вышли в ту, я вас никогда не встретил, потому что я ждал здесь, а вы говорите одно и то же. Нет, 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 это еще другая реальность, то есть создаются разные реальности, но я это, понимаете, я хочу еще раз объяснить, у меня нет своего мнения на этот вопрос, потому что я не специалист в этой области, нужно быть серьезным, ну, там, минимум на уровне докторской диссертации, чтобы сделать в этой области, чтобы иметь свое серьезное проверенное мнение, я этим не занимался серьезно, но я знаю, что есть люди, которые так говорят, итак, вернемся сейчас в Хануку, так вот, в Хануке это и есть главная идея, того, что то, что с нами произошло на уровне историческом, этому корни, все было связано с уровнем духовным, и вот это нам, об этом нам говорит этот свет Хануке, который мы называем свет, который был дан в 6 дней творения, и вот это, и вот этому она нас учит, она нас учит смотреть на мир глазом наверх, глазом вниз, то есть, Ханука не должна оставаться каким-то праздником, который мы празднуем, там, 25-го, кислева и так далее, а Ханука это идея, вообще все еврейские праздники такие, это определенная идея, которая распространяется на всю нашу жизнь, и мы пытаемся жить этой идеей и в течение нашей жизни, как, например, идеи, там, допустим, свободы, в Песах, мы продолжаем жить идею Песаха, также и в наши дни, но в это время она, эта идея сильно концентрируется, мы на нее сильно обращаем внимание, но смысл главный ее не в том, что она сейчас нам рассказала о каком-то там событии историческом, она нас научила смотреть на мир глазом наверх, глазом вниз, вот это то, вот это то, чему нас учит Хану, смотреть на мир духовно, то остановимся здесь.